Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Санях с двумя клюшками. В остальном игра паралимпийцев ничем не отличается от классической. Те же правила, экипировка и площадка. Мы должны выйти на лед сначала научиться кататься. Это первое правило, которое нам сказали наши товарищи, которые давно уже играют в Судмурхии. Кататься, кататься, еще раз кататься, чтобы начать играть. Мы там три дня полностью тренировались с командой. Физическая подготовка, лед, физическая подготовка, бассейн каждый день. Естественно, выходили, пробовали, первые полчаса падали, потом уже научились ездить по прямой, уже в конце даже поворачивали на скорости. Впервые слэдж-хоккей самарские инвалиды увидели пять лет назад на Красной площади, потом были на выставочном матче в Тольятти. Только после этого паралимпийцы поехали в Ижевск, в хоккейный лагерь, за свой счет. Сейчас в команде Самара восемь человек и шесть саней с клюшками. Тренируются пока без экипировки. А нужно снаряжение, как в обычной игре, для трех пятерок и пары голкиперов. Это вопрос не создания команды даже не одного года, потому что по анализу, вот я читал сколько, для того, чтобы только хорошо раскататься, не говоря уже о слаженности команды, нужно порядка 500 часов человеку провести на льду. То есть реально это, если даже каждый день кататься, это год работы. Самарский слэдж-хоккей начал развивать Центр поддержки инвалидов «Мой мир». Департамент спорта города нас направил написать проект. Мы его написали и выиграли трое саней первых, за что им огромная благодарность. Одни сани сейчас стоят больше 100 тысяч. Для нас это очень важно. Важно, что люди с ограниченными возможностями получают равные возможности со здоровыми спортсменами заняться в том числе и такой сложной дисциплиной, как слэдж-хоккей. И если когда-нибудь данная команда вдруг заявится на участие в какой-нибудь лиге, мы будем очень этому рады, будем приветствовать и, конечно, всесторонне помогать. Спортивные организации обещали помочь команде по слэдж-хоккею с тренером и экипировкой. Лед хоккеисты уже получили. Прошла первая тренировка. Теперь в понедельник и четверг на стадионе «Салют» в полдень они будут оттачивать мастерство. Первые товарищеские матчи Самара готова сыграть с командами Ижевска, Москвы и Оренбурга. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.